доброе утро друзья дело в том что я думаю что вас уже утомили натюрморты и овощные и фруктовые хочется душе что-то экспериментаторского мне тоже кстати и вы знаете наткнула меня это эту мысль натолкнула и наткнула меня на эту мысль утренняя прогулка своей зверюгой что тебе апельсин тебе апельсин не надо для здоровья плохо цитрусовые так вот мы ходили с ним по полям по полям по долам и и возле озера нашли такую странную странную вещь находку то есть я привык что в германии все чисто все и вдруг я смотрю какая-то коробка и вот когда я ее открыл начало сказать я лучше покажу это что-то за коробка такая лежит данная коробка LED кроется 20 лед вармвайс батареи битривен он и батареи 40 сантиметров серьезно что ли да ну не мы сюда этот мусор принесли не нам его убирать заберем с вами сухой вроде бы заберем с вами гирляндочку вот такое дело хорошо и чего нибудь придумаем с ним сегодня сейчас я вам объясню что это такое это в общем-то кранц новогодние не новогодние а вайнахта рождественские кранц вот такой вот кружочек здесь вставляются свечки 4 штуки и каждый адвент неделю до рождества загорается одна свечка ну и чтобы это было красиво тут китайцы наверное придумали скорее всего ставится вот такой и вы с ее помощью сегодня попробуем что-то пофотографировать это будет эксперимент хорошо итак вот я положил на блестящую часть наших бывших полок стакан с чаем здесь по счастливой случайности вы видите это матовая и вот смотрите какие отражения она дает интересно то есть эти яркие вот эти матовые то есть будут ощущение глубины по идее я еще раз напоминаю ребят что мы с вами не делаем предметную фотографию где должны быть все стаканы гладкие там отражение и так далее нет у нас всего одна вот источник освещения сейчас вот это вот гирляндочка мы посмотрим что с ней можно сделать окей такой эксперимент утрешний давайте выключим свет здесь у меня стоит 1 5 это будет достаточно 3 будет у меня диафрагма чтобы расплывалось там все хорошо и за 100 чтобы не было шумов я заметил что если мы его сюда направляем у нас получается синий или синий серый от цвет то есть я вот сейчас подержу вот так сфотографирую тут можно разно тут можно поставить здесь пятно допустим да можно сделать здесь то есть очень интересно играться я вам просто советую попробовать это вместо черного можно взять просто стекло с черной подложка а здесь матовое что-нибудь поставить покрасить картонку куаши допустим черные все и будет вам счастье ну а гирлянда я думаю у всех есть так в общем я фотографирую потом идем фотошоп давайте посмотрим что тут на экспериментировать ну когда речь идет о эксперименте то очень много приходится щелкать поэтому вот как бы потерпите да сейчас открою сам посмотрю вам покажу это я сзади попробовал посвятить без отражения без всего это конечно ерунда это так не получится я я пробовал делать дайте задний фон но когда я положил туда это то получились довольно-таки сразу неплохие такие интересные отражения я начал с этим делом экспериментировать так стал отодвигать менять диафрагму сбилась потом с этим с фокусом настроил мануально ну вот понимаете вот это уже вот такое интересное то есть если здесь это с фонометром пройтись еще так контрастности добавить то может получиться уже интересно но потом я заметил что фонарик свет от фонарика дает вот такое голубое пятно и сказал себе ага а давай-ка мы его применим и начал его возюкать там как кистью убеждался что в этом что то есть дальше отводил и же подводил проводил такую петлю вот потом начал светить уже на фон тот самый фон начала светить который матовый и получилось очень так мне понравилось что я за счет поставлю сюда да и стал этот поднимать опускать ближе выше сильнее меньше вот здесь сероватый такой получился он как дожить чтобы нам хорошо смотреть на уровне чего не хотим уравнивать вот так видите как интересно получился вот такой вот мне тоже понравилось кстати единственное что следующий раз я сделаю побольше фона вот здесь чтобы у меня был отражение было больше вот это уже здорово я вам скажу ну и дальше я поехал смотреть уменьшал начал играть с различным пучком света больше меньше стал выдержку менять так то есть видите сколько экспериментировал сколько нащелкал так здесь есть если мы сейчас экспонент давая то очень даже неплохо получается радов смотрите как интересно как будто сзади город идет да и фонари и так далее то есть тоже очень интересно получалось ну прям доставил удовольствие здесь нет нет а то я сделал квадратный луч света есть такая функция фонарики когда приближаешь он становится видна тот самый элемент которым ты увеличиваешь или уменьшаешь количество пучок света ну тут всяко разное по полу в итоге я пришел к выводу что то что я сделал раньше мне показалось красяшим вот я теперь это открою и посмотрю с рейтинга вот до изображения вот это и вот это какое вам больше нравится давайте мы их соединим что-то мне такое подсказывает что сценарий стык ок 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 вот так да соединились теперь это светло наверх и ее прячем вот так о здесь с помощью наши любимой кружочка белого. Можем поработать. Вот так, да? Здесь немножко убрать, наоборот. Вот так убрать. Хорошо. Есть. И посмотреть, может быть, некоторые тут поярче сделать. Они не так яркие. Здесь не надо этого. Так. Хорошо. Теперь соединяем вместе. Промахиваюсь постоянно. Что ж такое? Наруки ушли. Так. Да, жалко, конечно, что я не смог это попробовать разве что. Так. Ну, сначала надо выравнивать Ctrl T и выпрямить по этой линии. Так. Выпрямили. Так. Я попробую, но это не гарантия того, что получится. Ctrl. Так. Ctrl T здесь. И потянули. И еще потянули. Ну, вот так примерно, да? Видим, что там появились артефакты. Бекты всякие нет. Не хочу портить. Я лучше сделаю D. Сначала вот эту уберу. Это просто дырка в стекле. Вот так. Теперь здесь. И здесь. Да, вот тут тоже дырка попала. Не замечу я. Вот раз такая. Сейчас попробую. Ну, тяжело вот такие вещи убирать. Я вам сразу скажу. Ну, сначала замажем ее синенько вот так. Хорошо. А потом уже возьмем вот эту запасочку и попробуем ей вот так. Вот так вот пойдет. Так, теперь. Вот это вот мне не нравится. Вот тут место это, да? Давайте мы сделаем то, что, в принципе, нельзя делать. Придем в фильтр. Скажем-то, опаздываем noise. Смотрим. Да, вот это место нам надо. И скажем вот так. Ду-ду-ду-ду-ду. Вот так вот. И скажем окей. Посмотрим. Есть, да? Тем самым мы сейчас сделаем а вот эту часть, конечно же, мы с помощью кисточки протрем. Как эти ребра-то заиграли, да? Вот. А вот тут тут можно размазать. Тут, естественно. Так, все хорошо. Тут еще мне не нравится. Так. Вот это место серо-мура-малиновое. Вот так лучше сделать его. Вот так оно будет немножечко лучше. так, теперь мы ее скатрируем. Ну, пожалуй, все. Так, мы можем еще здесь, конечно. Чуть-чуть. Мне каждый органек жалко. Честно говоря. Ну, вот, дорогие друзья, как вам экспериментик? Я думаю, он должен вам понравиться так же, как и мне он понравился. Я думаю, что это очень интересно получился эффект, которым я не знал. то есть вот такие вещи, ребята, чтобы сделать это, надо действительно если попросить профессионала повторить за мной вот это, то он немножко замучится, потому что у него мозги по-другому работают. Он начнет соображать, ага, я должен тут подключить то, другое, третье, в итоге он замучается. А мы с вами знаем теперь секрет и можем делать очень красивые вещи, ну что, до следующего эксперимента, друзья. Пока. Пока.